Очень люблю я представлять гостей программы «Правда-24» не совсем обычным амплуа. Вот и сегодня вечером мы поговорим с американским режиссером Алексом Спарроу, которого многие из вас знают как музыканта и актера Алексея Воробьева. Привет! Привет! Алексей, вот технические вопросы. Пара тебе технических вопросов. Первый. Вот как распределяется время между Америкой и Россией? Сколько проводится? Время и где? Да, довольно трудно объяснить, потому что я, можно такая половина-половину, потому что я несколько месяцев, например, полтора месяца я сижу в Америке, пишу альбом, вот, или лечу там в Мадриде, я тоже записываюсь на студии. В Мадриде? Да, в Мадриде, это все для одного альбома, вот, или там какие-то съемки, но обычно это в пределах двух месяцев. Я нахожусь где-то за границей, после чего я возвращаюсь сюда, и примерно столько же я сижу здесь. Сейчас вот у меня съемки, я, по-моему, где-то в десятых числах лечу в Америку, но там вообще на две недели всего, просто поработать и обратно. А вот поработать, а вот какой статус, там рабочая виза или любви на жительство? Да, 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 рабочая виза ООН называется. А в Мадриде, почему в Мадриде? Потому что испанский язык, а Америка будет говорить по-испански рано или поздно, что почему, как-то логика. Нет, дело в том, что мой продюсер Эдуан, это человек, который делал первые треки Леди Гаги, у него несколько граммов. Эдуан, я думал, честно говоря, что это название компании, а это вот просто его зовут, но его же не мама так называла. Это, на самом деле, это марокканское имя, такое есть настоящее. Его родного брата зовут Эдуан, и он взял имя брата. Он араб? Он из Марокко. Да, Марокко. Да, он обычный арабский парень, вырос в Швеции, занимался музыкой, занимался музыкой с детства, и вот так его жизнь привела. Поэтому это, кстати, удивительная история того, как я ему, уже когда мы подписали контракт, я начинал только тогда говорить по-английски, и я ему задал вопрос, говорю, неужели вы, ну, правда, считаете, что это может сработать, потому что я, ну, я адекватный человек, у меня было сколько, у меня 24 года было, я абсолютно здраво смотрю на вещи, вот, и мне было приятно, что он поверил, как бы вообще, и он любит делать что-то новое, в этом вся, наверное, загвоздка того, что он решил взять русского артиста и сделать его мировой звездой, вот. И я говорю, неужели вы думаете, что это действительно может сработать? Он говорит, Алекс, сейчас посмотри на меня, он говорит, перед тобой, говорит, сидит парень, которому, как и тебе, в детстве нечего было кушать. Ростой, марокканский парень, да. Вот, я вырос, я занимался музыкой, занимался этим всю свою жизнь, говорит, и сейчас у меня Грэмми, и сейчас у меня контракты, и все дела, поэтому нет ничего невозможного, вот. Читал, кстати, интервью, давайте сюда животное, что пока ты не получишь Грэмми или Оскара, не будешь новых татуировках делать, это Триша, да. Да, у нас такая традиция, Алекс, пристраивать кошек бездомных, вот, зрителям. Вот, это Триша, она абсолютно ухоженная. Триша? Да, девушка. Кстати, если там в течение эфира тебе придет в голову как-то ее по-другому обозвать, то мы там либо через слэш назовем, либо как, ну, сразу будем говорить, Воробьев придумал Трише там имя. Это девочка, да? Я думаю, что раз Триша, то я не знаю, насколько ты разбираешься, мне кажется, очень себе девочка. Не знаю, что она делала, шатков хвостом пыталась всячески сойти за пацаном, в любом случае. Кстати, я никогда об этом не думал, интересный ход мысли. Так, значит, Red One в тебя поверил. Да. И сперва в тебя поверила Екатерина. Да, Екатерина Гетчмин-Валлик, это моя вторая мама и мой первый продюсер, и человек, с которым я работаю до сих пор. Она знакома, кстати, с Red One? Да, это потрясающая история, и я называю это историей Золушки, потому что все произошло вот как. Человек приезжал с Red One, Лара Фабиан, ее менеджер приезжал в Россию перед концертом, он сидел где-то с русскими людьми, увидел меня по телевизору, спросил, что за парень. Он знал, что Red One набирает себе артистов под свой лейбл, хочет сделать, ну, как бы, своих артистов. Что за парень? Он прислал ему ссылку на интернет, на YouTube, где был я. Вот, тот позвонил через сайт, позвонил Катерине. Red позвонил Катерине, и когда мне Катя сказала, что вот звонил Red One, у него там Грэмми, все дела, вот такой вот человек, я говорю, это все развод. Причем история была в том, он говорит, я сейчас из Америки лечу в Европу, буду там несколько дней, если вы можете успеть встретиться. Я говорю, чего? Как бы Катя мне передала, я говорю, я никуда не поеду, у меня куча работы, мне реально, я тогда снимался в двух параллельных картинах, мне нужно было, я высыпаться не успевал. Какой, какая Европа, лететь куда-то, я не полетел, полетела Катя как раз. Вот, и когда она вернулась, она сказала, похоже, что это все правда, вот, и с этого все началось, в общем, поэтому, вот так. В общем, интернет и телевидение удивительно наш мир меняют. Мне странно, а почему тогда, если есть такая перспектива, чисто шоу-бизовская, откуда вот это увлечение кино? Кино? Да. Это удача. Это вот не распыляет. Это, я тебе скажу, успех, на самом деле, то, что в моей жизни это появилось, потому что после телепроекта, который назывался «Секрет успеха», как это обычно бывает, после любого телевизионного проекта, люди, которых показывали чуть ли не каждый день по телевизору, вдруг пропадают. Нет. И вдруг ничего, и кажется, что вот эта вот вся жизнь казалась, что завтра все будет у тебя вот здесь вот в руках, и оказывается, что ничего. Триша очень заинтересованно слушает. Спасибо, что ты обратил внимание. Я так люблю, когда гости пиарят наших котов. Поехали дальше. Я очень люблю животное. Для Триши достаточно. Так вот, и в тот момент я приехал на кастинг на телевидение быть ведущим, кстати говоря. И я приехал после какого-то концерта, очень уставший, не выспался. Меня поставили перед камерой, я не знаю, как, ну, сейчас телезрители узнают, как это происходит. Меня поставили перед камерой, повесили на него такой вот микрофончик, сказали, а теперь, ну, несколько минут расскажи о себе. Для меня как-то, как бы, что значит, несколько минут о себе стоит раз. Ну, я начал рассказывать, я долго рассказывал. В итоге минут 15 я им рассказывал о себе, рассказывал анекдоты, потом я делал еще что-то. Пока они все уже смеялись, вот, какие-то истории, вот, они все смеялись, сказали, все, спасибо огромное, до свидания. Вот, и в тот же момент, когда я ехал в машине, мне позвонили и сказали, хотите сняться у нас в кино? Вот, это был сериал «Мечты Алисы», главную мужскую роль там сыграть хотите. Мне было 19, это было 7, наверное, лет назад. 88 плюс 19, ну, понятно, седьмой год, да? Где-то так, да, да. Ой, нет. А, ну, да. Да, где-то седьмой год, да. Вот, и вот с этого все началось, это было совсем далекое начало, потом я понял, что эта профессия очень сложная. Вот, я смотрел на себя периодически, ужасался, выключал телевизор, потому что, ну, как бы, вроде было нормально, но это не то, что я видел в голливудских фильмах, поэтому мне сразу, я сразу, у меня весь мой мозг, я начал заниматься. У меня было несколько педагогов по актерскому мастерству, потом я поступил в школу, студию МХАТ, и уже на первом курсе вместе с Евгением Добровольской, она была одним из людей, которые набирали на этот курс людей. Ну, артистов. Вот, и уже на первом курсе я снимался вместе с ней уже к тому моменту, мы уже вместе работали в кино, так все началось. Ну, в общем, я профессионально всегда подхожу к вопросам, к любым, чем бы я ни занимался, я пытаюсь углубиться в это максимально сколько могу. Сейчас ты очень профессионально ушел от вопроса, который был тебе задан. Почему режиссура, друг? Вот смотри, у тебя очевидная, да, есть фактура. То есть, казалось бы, вот человек должен себя показывать, вот это продавать, там, именно быть ведущим, шоуменом, музыкантом, там. Ты же начинал с аккордеона, да? Вот, петь, там, не знаю, почему режиссеры, режиссеры, кто их знает, режиссеров-то? Ну, во-первых... А что, какой мотив? Вот нравится людей унижать? Нет, 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 я артиста нужно любить, что если хочешь, чтобы артист сделал сверх своих возможностей, ты должен ему дать шанс поверить в самого себя. Дело в том, что я решил заняться режиссурой, это, мои друзья меня на это подтолкнули после аварии в Америке. Вот, когда, я сразу перебью, когда говорят, вот, мои друзья, мне хочется конкретно список, вот, кто, кто это, вот, мои друзья? Кто сказал? Почему у тебя все время? Как скажешь? Моя очень хорошая подруга, мы с ней уже много лет дружим, ее зовут Таня Челышева, вот, она училась в Америке, и в этот момент New York Film Academy, вот, в Лос-Анджелесе. После аварии я не мог ни петь, ни танцевать, у меня висело пол лица, я был овощем, который непонятно в жизни еще что-то сделает или нет. Так вот, в этот момент я вышел из больницы, и как раз Таня и ребята, которые тоже учились в Америке, не американцы, предложили мне помочь им снять, как режиссеру их, короткий метр. Вот, и я понял, что, возможно, эта жизнь как-то мне что-то преподнесла сейчас, и я взялся за это как никогда, я вдруг просто с головой ушел в это, я не мог оторваться от сценария, ну, вот, я на съемочной площадке, я еще плохо разговаривал, было, плохо мог объясняться с артистами, особенно на английском, вот, у меня отшибло пол головы, в принципе, поэтому было довольно тяжело, но я получал такое удовольствие от этого, ну, вот, потом сидел на монтаже, а потом все это, и вдруг я понял, что, наверное, это какой-то выход для меня, если я ничего не смогу делать, я могу писать музыку, если я могу исполнять, я могу ее писать, я могу сидеть за компьютером и создавать оркестру, тогда же, после этого я начал писать музыку к фильму «Сокровище ОК», «Сокровище Озера Кабан», где я снимался, и потом писал всю музыку для этого фильма, в общем, я пытался найти выход в жизни, с этого все началось, уже потом начал снимать клипы, потом короткометражный фильм «Папа», который в этом году показывали на Кинотавре, на ММКФ, сейчас на днях буквально его показывали в Америке на одном фестивале, вот, я пока еще не знаю результатов, вот, и очень скоро я еще поеду еще на какой-то фестивале, в общем, сейчас он его везде показывает, он очень нравится людям. Кстати, насчет писать музыку, я помню в одном из интервью ты рассказывал, что ты предпочел жить не в общежитии, когда в Москву приехал, а в студии, именно в подвале, да, вот, как раз с Катиной подачей, именно потому, что там была возможность в любой момент, там, проснулся ночью, там, попить или наоборот, раз, и пошел, сел, что-то написал. А разве музыка пишется не в голове, то есть ты пишешь, вот, тебе нужно сидеть за клавиатурой, как вообще пишется музыка Воробьеву? Вот я, все же по-разному. Она играет в голове, но есть люди, которые умеют сразу это записать. Я владею музыкальными программами, то есть если у меня играет в голове, это значит очень скоро сможет услышать любой, потому что я могу садиться, я играю скрипки, что угодно. Я хочу органы, я хочу барабаны, я сажусь за барабаны играми, я хочу гитару, я сижу и играю, я умею, я всем этим владею, поэтому мне очень удобно. Потому что музыка из головы очень быстро идет в реальный звук, вот, и в этом, наверное, огромное удовольствие, и, ну, я очень счастлив, наверное, что мои родители, и потом уже Катерина, которая стала для меня второй мамой, никогда не препятствовали моему развитию, потому что я все время чему-то новому учился, и все время мне это начало пригождаться. Музыкальная семья в том смысле, что у тебя есть сестра, и брат тоже музицирует. Да. Почему не используется этот потенциал, взять там три у Воробьевых? Ну, хотя бы записать. Есть. 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 Да. И что вы исполняете? Для, когда была передача, называлась «Наш выход», где пели семьи, выходили пели семьи, я был ее ведущим, вот, и как раз для этого, для этой передачи я написал песню, в которой мой брат играл на аккордеоне, я пел, играл на пианино, и потом моя сестра пела, она академический вокал, вот, и мы вот так втроем там выступили, это, ну, это, это есть в интернете, это, я просто, это, на самом деле, на самом деле, с каждым проектом, ведь это же понятно, нужно заниматься, если ты берешься за это, нужно очень сильно углубляться, вот, у меня сейчас еще один проект группа Френды, там, мои дети, я их называю, там, Настя Дворянская. Там хэштег есть, да, там даже хэштег есть, да. 13 лет, да, Паша Королев, ему 16, в общем, своих детей, я в них вкладываюсь, воспитываю их и пишу им музыку. А еще, я не могу не вспомнить то, что ты мне показал. Мистер внезапный. На телефоне, да, вот, с Авериным, то есть, очень, на самом деле, такая, ну, необычная и очень прикольная вещь, это родилось вот просто, да, на съемочной площадке, как вот эти вот, это такие мини-мини-муви такие. Мини-мини-муви, да, очень мини-муви, это родилось так, на площадке, я вообще очень люблю тратить время с пользой, я терпеть ненавижу сидеть без дела, мне нужно все время чем-то заниматься, если я, я, чего, чего я не умею, я не умею отдыхать. Два дня, и у меня дальше начинается паника, потому что что-то не так, в смысле, мне не нужно, мне, мне все время нужно что-то делать, у меня все время куча работы, если ее нет, я ее найду. Так вот, съемочная площадка, перерыв, обед, час, в этот момент вся съемочная группа садится, кушает, расслабляется, кто-то вообще даже не общается ни с кем, просто чтобы остаться в своем мире. И в этот момент, представьте, по съемочной площадке бегают два идиота, как ошпаренный, один с телефоном, кричит, свет уходит, лодки на воду, вот, более того, через несколько дней таких съемок, я скажу сейчас про мистера внезапного, друзья, что-то мог не понять, так вот, так вот, это да, то, что я снимал как режиссер, и Макс Аверин там снимается как единственный артист, вот, он все время там, ну, какой артист, так вот, и мы бегали все время, веселились, покупали реквизит сами, потом, вся съемочная площадка, не поверите, осветители, для кино это что-то из ряда невозможно, в свой обед осветители ставят мне приборы, я говорю, можно мне вот сюда вот, я говорю, ну, хотя бы 1200, они говорят. Да, просто потому что им очень понравилось, им кажется, что это очень весело, они каждый день, что, а вы уже сняли, вы уже сняли следующее, каждый день спрашивают, я говорю, ну, вот, сегодня, сейчас я домонтирую, я все монтирую в телефоне, у меня сразу сижу вагончике, там же монтаж в этом маленьком телефоне, все сразу на ходу, и, в общем, они поставили прибор вместо 1200, 3000, это, сейчас, это не деньги, это так называются приборы. Да, да, это важно, да. Киловатт, чтобы энтузиазм подключил, да. Так вот, реквизиторы специально опускали лодку на воду, чтобы я снял кадр заявочный в последней серии первого сезона, я так очень серьезно об этом говорю, мистер внезапного. В общем, все зрители могут это посмотреть в интернете, потому что это, ну, это очень забавная вещь, это действительно все очень, на самом деле, раскрывает новые технологии, ну, в принципе, выходят на новый уровень, потому что в современном мире технологии, они позволяют тебе на телефон снять что-то в HD-качестве, что-то, что еще можно потом показать по телевизору, что в моей голове, в принципе, ну, как бы в современной, ну, довольно-таки укладывается, но я тоже все равно иногда думаю, черт, ведь когда я был, ну, как бы маленьким, это было вообще невозможно, даже когда я уже взрослел, это казалось, вот эти вот, ну, все же телефоны, я думаю, люди постарше, они вообще, в принципе, я думаю, был бы я постарше, у меня бы вообще в голове не вложилось, как это возможно все. Ну, как-то укладывается, на самом деле, хотя очень сложно представить, на самом деле, сложно представить, как мы раньше без этого жили, вот здесь ровно такая обратная история. Вот, интересно, игра на каком-нибудь конкретном инструменте, вот ты в детстве занимался аккордеоном, это как-то вот откладывает вообще какой-то вот, формирует музыкальный профайл человека, или все равно, на чем играть? Я думаю, это, нет, в принципе, на самом деле все равно, есть инструменты сложнее, например, скрипичные инструменты, не ладовые, которые, скрипка, то есть там ты можешь налажать просто потому, что зажал струну не там, вот, она уже была на четверть тоже, нет, в аккордеоне, если ты нажал клавишу, ты точно знаешь, какой звук ты получишь, если только он не настроен, ты, конечно, можешь, но, в общем, я очень люблю ладовые инструменты, в которых, ну, все уже готово, просто играя пальцами и все, вот, но сама по себе музыка, на мой взгляд, она, мои дети обязательно будут учиться в музыкальной школе и развиваться на классической музыке, потому что... Представляешь, а вдруг без слуха будут? Не важно, это такой же, этот инструмент тоже можно тренировать. Да, говорят, что да, Хабенский говорил мне, что так, но мне сложно в это поверить, как человек. Можно тренировать все, человек, он настолько, настолько готов ко всему, что, чего бы ты не захотел, всему можно учиться, главное, захотеть. Так вот, полифоническое звучание, когда ты слушаешь баха и тебе говорят написать второй голос или что играет кларнет, например, вот, или ты слушаешь органы произведения, написать нотами второе проведение, да, то есть, когда идет подголосок, ты должен четко слышать, у тебя в голове играть не общая вот эта вот какофония всех звуков, а ты в своем мозгу почему-то слышишь отдельное звучание, это дает вот эти вот маленькие краски, то, из чего, в принципе, состоит жизнь. Можно видеть всю картину полностью, а можно видеть детали, вот, и это полифоническое звучание, это детали, ты слышишь значительно больше. А вот музыкальные пристрастия меняются год от года? Да. То есть, вот, меняются, то есть, нет такого, что вот ты что-то слушал подростками и от этого по-прежнему фанатеешь. Ну, нет, есть, есть, например, Вивальди времена года. Ты Вивальди слушал подростками, да? Я с шести лет учился в музыкальной школе, у меня не было вариантов тогда. Это, кстати, да, можно было. Тогда я должен был это слушать. Да, да, да. Так вот, сейчас я чаще всего, если я еду в поезде, это музыка для поезда, я не знаю, но у меня как-то так в сознании. Вот, если я еду в поезде, у меня в наушниках играет Вивальди времена года, я обожаю сидеть и смотреть в окно. Именно вот я сижу, слушаю, могу это прям часами слушать, это что-то наполняющее для меня. А так, очень-очень большой разброс у меня музыкальных предпочтений, потому что нужно слушать разную музыку. Тришу можно забирать, чтобы она, да, от нас... Она, по-моему, чудесно себя вела, красивая кошка, да. Замечательно. Вот, будем надеяться, что все у нее сложится. Триша чудное существо. Как сложилось у тебя, пусть теперь и у Триши тоже сложится с твоей подачи. Смотри, здесь карточки четырех цветов, ты выбираешь одну карточку, и такого же цвета выбираешь карточку. Карточки делятся на группы. Здесь откровенные вопросы, вопросы на подумать, неловкие, и белые карточки это свободный вопрос, это я сам тебе буду какую-нибудь карточку выбирать. Погнали. Три у нас будет таких вот. Любую карточку выбирать? Нет, сперва фишку. Ты вытаскиваешь фишку. Фишка. Фишка желтая, любую желтую, вот теперь вот любую. Ну вот это самое первое лежит. Так, читаешь. Неловкий вопрос. Вам случалось обсуждать фильм-книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, смотрели? Что это было? Воу! Ну, во-первых, здесь можно рассказывать про любой экзамен по литературе. Про любой. Потому что я мастер краткого содержания. Вот так вот, да? Ну, на самом деле, не совсем так, потому что я, в общем-то, знал. Я обычно брал перед экзаменом какую-то свою однокурсницу, которая все читала. И всю ночь она мне все рассказывала. По любому экзамену. Так вот, и самое смешное, самое смешное, что у меня так было на нескольких экзаменах, по литературе в том числе. Вот самое смешное, что я получал либо четыре, либо пять. И она всегда получала тройку. Это была одна и та же девочка. Она всегда получала три. Всегда. Причем она после третьего раза отказалась мне помогать. Ты вампир, ты восстанавливаешься. Она сказала, я больше не буду тебе помогать. Философию она получила три. Хотя она мне все рассказывала, что там было еще как все. Все. И зарубежная литература. В общем, да. Очень много. Так, что это было? Книга. Скажи сейчас любую книгу. Ну, да вот, допустим. Не важно, если ты все равно попадешь. Это книга есть? Да! Нет, я сериал только одну серию смотрел. Ты не знал, что это книга есть? Нет, 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 я не знал. Это изначально книга. Это даже не книга, а вот просто... Ты попал уже, сразу попал. Игра Престол. Отлично. Еще? Мне нравится игра. Можем? Можем еще или нет? У нас еще две фишки. Так, белые, белые. А, нет, голубая. Голубая. Люблю голубую. Слушай, они же... Там все равно четыре фишки всего. Да. Так я все равно четыре вытащу или нет? Нет, всего три. Вопрос... Время того, их обратно кладу. Вопрос на подумать. Вы когда-нибудь крали деньги у своих родителей? В каких размерах и на что? Нет. У родителей не крал никогда. А у брата? Старшего. И у брата тоже. Нет, он бы меня так бы зарядил тут. Без вариантов. Нет, нет, нет. Я берег свое здоровье. Нет, нет, никогда деньги не крал. У родителей нет. Я помню, один раз я украл шоколадку одноклассника. Вот. Ну, у меня было... Спортивный интерес или сладко? Нет, трудное детство. Трудное, голодное детство. У меня было трудное детство, да. И да. Ну, правда, нам иногда дома нечего было кушать. И сладкое было вообще очень редко. Поэтому я один раз украл шоколадку одноклассника. Сейчас я заплачу. Так, последнее. Цинизм. Из тебя так и прет. Так. Белое? Белое. Значит, я вытащу тогда красную вот какую-нибудь... Давай. ...самые такие вопросы. Удиви меня. Откровенный вопрос. Как часто вы предпочитаете работу друзей, сексу с вашим партнером? Работу слэш. Работу слэш. Слэш. Друзей, сексу с вашим партнером. Типа, выбор секс, работа. Как-нибудь не очень точно написано. Работу друзьям. Французы писали. А, понял. Хорошо. Ты должен с пониманием отнестись. Всегда. Всегда что? Я всегда предпочитаю работу. Потому что у работы всегда есть результат. У секса, конечно, тоже. Да, ты знаешь, бывает такой результат. Но дело в том, что у работы всегда есть результат, который можно увидеть, услышать, ощутить, переслушать через год, пересмотреть. Ты отлично знаешь, что именно, для чего ты это делаешь. Во-первых, секс всегда можно сделать после работы. Ну, то есть никак не крутишь. Не знаю, зависит от работы, мне кажется. Не знаю, можно ли всегда. У нас с тобой разные профессии. Поэтому всегда, я всегда выбираю работу, даже если семья рядом, моя семья всегда это понимает, потому что я помогаю своим родителям очень много. Даже я живу в одном городе сейчас с родителями в Санкт-Петербурге. Да, они полюбили китер, да, я знаю, когда ты один раз туда привыскали, мы будем здесь жить, когда они смогут. Да, вот, и за этот месяц я увиделся с ними всего лишь дважды, по-моему. Вот я уже целый месяц в Санкт-Петербурге, и я их до этого не видел примерно полгода. Увиделся всего дважды, потому что я все время работаю. Поэтому всегда работа. Работу, Алексея, можно увидеть, можно послушать, можно прочувствовать. А про секс мы поговорим в следующий раз. Пока. Пока. Не уходи на почку полностью, я иду. Давай.